а сегодня у меня очередная посылочка от модемью и здесь у нас будет опять и карус и карус 66 всем здорово вы на канале той house если еще не подписался на канал обязательно это сделать подпишись и конечно же в липи лайк этому видео потому что я всегда стараюсь для вас сделать хорошие видосики ну что открываем стоимость автобуса составляет 1500 но я округляю там копейки не считаю доставка как всегда плачу за доставочку получает через почту и мне получается 1750 данный автобус обошелся но в принципе все автобусы мне приходит по одной и той же цене но вообще говорят вроде как доставочка может подорожать так открываем открываем что запечатано так сейчас я достаю его бумага нам не нужно вот он красавец красавец ничего не скажешь ехты какой красивый автобус реально так маленько открываем так модель крутая вообще мне нравится такой яркий какой-то насыщенный ладно так наклеечка идет как всегда уже это шестой у нас номер и давайте быстренько с вами быстренько пролистнем журнальчик и потом перейдем к модели конечно же журнальчик тоже наверное представляет по особую интерес потому что как бы ну здесь можно почерпнуть много чего полезного для себя много полезной информации так значит вот розничная цена 1499 ну соответственно кострома производитель а сколько кстати тираж у него интересненько 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 тираж 7000 экземпляров так трехдверный автобус и карус 66 на территории завода такая здесь у нас двухдверный кстати двухдверный карус ну в общем рождение нового семейства в каком году его стали делать интересненько 56 что ли выпускался вот городской автобус большого класса до с 56 по 73 год по моему этот автобус выпускался и смотрите двухдверный автобус и карус для египта вот у нас двухдверный кстати автобус и карус вот такой вот так значит число мест для сидения 27 общая пассажира вместимость человек 55 вместимость в час пик 98 человек масса 8 600 тонн максимальная скорость 61 километр в час но в общем в принципе вот и все его характеристики вот так вот выглядит салон в принципе такой прям вообще не знаю он такой необычный так здесь что у нас схема в общем завод в город пригороде будапешта это венгрия у нас советский союз в помощь сборка автобусов и карус сборка автобусов и карус я кстати такие на дороге и уже не видел не застал своем детстве кто видел в принципе вам повезло а есть современных современных фотографий то и нету смотрите служебные автобусы карус 66 московского отделения совета экономической взаимопомощи социалистических стран кабина водителя и каруса в общем видите все только черно-белые фотографии старые то есть его наверное в современном состоянии это наверное и не осталось так а это что такое смотрите время деньги сэкономить то и другое форме подписку смотрите тачки какие у нас вот такой вот у меня был на обзоре прям совсем совсем недавно кто не видел можете посмотреть прикольный вообще экземпляр может быть из этих что-то еще тоже будет так вот московский музейный и карус 55 в зеленом цвете вот есть более-менее современный такс это мы посмотрели да ребяточки а теперь переходим самому главному модель а что у нас следующем номере все спрашивают я один раз не показал потом мне много писали комментарии будет пазик 672 м у меня такой есть но у меня в другой окраске поэтому это тоже будет на обзоре в таком синим синим расцветки посмотрим что за автобус будет и сравним с моим который есть в коллекции так значит вложением журнал сделано в бангладеш открывать давайте ладно резать режу отрываю он реально прикольный красивый ничего не скажешь украшение любой полки мне кажется будет если даже вы не собирали автобусы то вот и карус желтый который 256 по-моему да и вот этот мне кажется ну стоит в коллекции чтобы они были туда туда и вот такой вот автобус давать чуть-чуть крутану вам такой глянцевый прям блестит блестит салон коричневый кстати говоря сразу обратил внимание длиннющий он такой на номерах номера есть это тоже радует так ладненько давайте короче говоря переходить более детальному осмотр смотрите резиночка резиночка с колеса потянулась так но передняя часть у нас имеет имитацию пластиковой оптики соответственно главные поворотники у нас просто покрашены значит здесь у меня снизу смотрите есть следы клея вот они их видно прям видите номер сделан в принципе аккуратно здесь вот тоже непонятно что это такое за царапины какие-то в общем вот с этого края что-то прям не очень мне нравится так зеркала смотрите сделаны отдельными деталями из жесткого пластика поэтому могут легко сломаться ребяточки вот это зеркало дополнительное она тоже из жесткого пластика в принципе дворники очень интересно сделаны дворники отдельной деталью сделаны лежат вот так вот на лобовом стекле значит что у нас тут интересно смотрите здесь у меня тоже немножечко не прокрашены как бы вот эти вот молдинги да так 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 шины резиновые но не имеет никакой прорисовки вообще пустые гольные шины не очень мне нравится зато имеются колпаки вот такие белые симпатичные такой вид более-менее довольно неплохой получать с ними так две распашные двери ручки вот сделаны даже специально для легкого такого подъема до в общем всего штамповки по кузову имеются у нас сверху вот это я не знаю что это конкретно надо читать на мне по моим ощущениям что это какой-то типа имитации может багажника может сюда дополнительные какие-то можно было вложить груза потому что видите вот это вот похоже на лесенку надо почитать будет в журнале скорее всего по этой вот этой части будет написано одну кто знает кто знает напишите мне комментарии может вы уже уже ознакомлены что вот это за часть для чего они нужны эти рейлинги на крыше люк смотрите люк по моему можно открыть кстати говоря крыша у нас пластиковая и люк у меня видите чуть-чуть слегка приоткрыт вот прям немножечко немножечко вот эти все детальки тоже из пластика сделаны это наверное габаритные огни какие-то в общем из пластика сделан эти говорим место водителя очень круто сделано сейчас я вам все покажу задняя часть автомобиля у нас имеет этот моторный отсек здесь кстати разделение идет видите это не заднее стекло заднее стекло там вот внутри вот смотрите видите там еще одно стекло а здесь вот отсек был по моему там стоял вентилятор дополнительно но охлаждал в общем двигатель оптика здесь прокрашена соответственно вот это наверное тоже фонарь заднего хода видите серебряночка просто покрашены здесь у меня смотрите косяков как много тут косячок тут косячок в общем такой как будто уже был в эксплуатации можно сказать автобус так ну и мое любимое заглянем в салон попробуем да сейчас вот так вот это выглядит дело но не очень здесь видно потому что два стекла идет давайте вот так он попробуй показать тоже в принципе резиночки на окнах прорисованы здесь неплохо сделаны и посмотреть как место водителя там оборудовано тоже довольно неплохо сейчас вот так с этой части ну-ка давай камера эх больно близко наверно да не получается есть фокусироваться ну-ка ну-ка вот так вот вот видите неплохо прям вообще здорово сделано мне мне нравится кстати на зеркалах есть имитация зеркала в принципе автобус очень симпатичный очень необычный на внешний вид прям здоровски и длинный мне кажется он практически как и желтый и карус в один в один только единственным чуть пониже так снизу у нас вот такая вот проработочка надпись и карус 66 прям у нас здесь то есть вы штамповка идет здесь декальма демил сделано в бангладеш и масштаб 1 к 43 в общем здесь снизу то особой проработки такой нету но как бы все равно очень симпатично модель кстати раскручивается одним болтом всего лишь треугольным вот таким вот можно раскрутить и посмотреть уже более детально наверное вот так вот откручиваем этот болт и потихонечку так вот выдергиваем задние у нас кстати двойные колеса идут спереди одинарные ну вот и все весь принципе автобус довольно симпатичный я ребяточки принципе им доволен вот салон мне очень нравится сейчас я вам еще раз так может вот так вот вот видите ну-ка 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 вот попробую вам продемонстрировать вот салон классный сделано очень здорово в общем вот такая модель вот такой вот обзорчик если вам понравился то поддержите лайком в общем с вас лайкос с меня видос всем короче до свидос